Знаю, что находится в 7 километрах от города, где выращивается и клюква, и черника, и голубика. Ну и, видимо, этим не славится. Да, спасибо, Антонна. Это у нас вообще понятие всё, да? Можно развертить? Есть. Спасибо. Вы, уважаемые коллеги, можете пока присесть? Да. А, нет, 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 остаемся так, вырубим. Ну что ж, дальше у нас знаменитые представители Ганцарического района. Пожалуйста. Один из представителей знаменитости нашего района Иван Короленко. Это наш местный художник, бывший военный, но любовь к искусству его, ну то есть он после службы не просто отдыхает, а занимается, рисует картины. Картины его о природе, о людях. Одна из последних картин, он, значит, детство своё отобразил «Любовь к лошадям». Я в советской болезни сочиняла статью такую. Считаю тоже, что вот нужно знакомить для школьника с его творчеством. И ещё одна из картин о природе, значит, по 35-летию Иван Короленко подарил мне одну картину свою. Да, же так. Да, поэтому я неслушайно взяла его. Хочу добавить, что мы, работая в творческой группе, я включила в план стечи с Иваном Короленко. И у нас она была осуществлена во втором саду. Он показывал детям, как можно рисовать картины. Мы, взрослые, тоже были поражены вот этому умению. Оказывается, когда знаешь методику, технологию, это всё так, как сказка. Это было очень интересно, мы узнали много о нём. Вот он тоже подаётся в садик картину, да, которую нарисовал тут же на мастер-классе. Остался такой след. И о нём тоже смотрим на сериал. Спасибо. Пожалуйста, Санглана. Жанна Юльченко, спортсменка, участница Олимпийских игр в Пекине по уходе на 20 километров. Знаете, мне очень приятно, потому что у нас, в нашем зашкольном учреждении работает её мама, Светлана Горгун, поэтому нам это очень близко. Спасибо. Александр Всескутовский, он жил в своё время в деревне Переволоке, много собирал басен, сказок, преданий. Затем он работал в Санкт-Петербурге, вышла книжка его, много сказок есть сейчас, мы читаем своим детям. Спасибо. Очень знаменитый, многоносвященец человек и просто хороший мужчина Алексей Петрович Голоскок. Это писатель, он пишет стихи, и такие юмористические стихи. И для детей. И для детей, да. И коротенькие, и побольше. Сейчас, когда у него уже внуки появились, то, конечно, больше он как бы в детскую тематику перешёл, наверное, потому что вот углубился в детство. Ну, что ещё? Бывший военный он, родился она в Белоруссии. Вот, мне посчастливилось учиться вместе с его дочерью Олесей в институте. Вот, жена у него хорошая, врач. Хочу добавить тоже, что мы в творческой группе, у нас также была мастер-класс, вернее, встреча гостинная такая, да. Мы приглашали его в Любашевский ясный, в школу. Также он делился опытом работы, вот именно своей личной жизнью. Была тоже очень интересная у нас такая встреча, да, Любашевский? Где ещё дети читали? Типа его. Типа его. Типа его. И потом, я знаю, что во многих садах, когда он был приглашён, вы писали об этом в газеты, поэтому, да, работа была хорошая, это ведь у нас. Спасибо. Ну, конечно, Нина Ковальчук. Я не случайно делаю её, потому что она моя землячка. Из деревни. Да, из деревни Хатыничи. Я ещё раз повторюсь. У неё сборник летутейницы. И ещё мы проводили методическое объединение, когда приглашали её к нам в детский сад. И будет очень интересно. Она рассказывала о своём творчестве, рассказывала о себе личной, поэтому не случайно. Она не наградчивает. Спасибо. Так, этого человека, Андрейчика Юрия Николаевича, знает вся аудитория, знает всё образование нашего Ганцельского района. Это нынешний председатель райкома профсоюза, отдел образования Ганцельского райисполкома. Он прославил нашу Ганцельщину тем, что стал обладателем хрустальминого журавля, лучшим учителем года 2009 года. Да, замечательный представитель. Спасибо. Спасибо. История, как культурная памятники Ганцельщины. Самые трудности, как у вас были специальные знания, но вы прочитаете просто. Братская могила советских воинов и партизан в городе Ганцельщина. Она находится в центре города, на площади. Мы чтим память погибших воинов. И благодаря им мы сегодня все, и наши дети, и внуки, живём в таком прекрасном городе. Там захоронено 187 солдат и профсоюзов. Спасибо. Это культурное наследие Ганцельщины. Народный фольклёрный коллектив «Завица» в деревне Радзиановичи. Коллектив «Завица»? Ну, народный фольклёр, наверное, существует в Радзиановичах. Это со дня основания деревни Радзиановичи. Там с пакок векон, люди, женщины-голосистые очень. А как ансамбль, он уже, наверное, основался лет 10-15. Именно им присвоили звание «Завица». Сейчас он является, наверное, самым таким номинутым народным. Да, звание «Народный». Приглашают на все праздники. Является дипломатом конкурсов в Польше. Он года два назад. В этом году приглашали, вообще приглашают его на все праздники. В этом году приглашали на методическое объединение, которое творческой группы. Нет, заведующий. А, заведующий, заведующий. В нашем детском саду. Все убедились, насколько это приятные, инвизионные, интересные, голосистые женщины. Прям от них веет какой-то добра. 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 Их изыменка в том, что они поют аутентичные песни, аутентика. Кто был, это было, конечно, здорово. Прикоснулся вот к этому, к истории нашей, к культуре нашего края. Да, и не секает к этому. Они, надо петь одну песню, они будут петь пять. У меня остатки построек усадьбы Юлина между деревнями Огоревичей и Шашки. Я хочу сказать, что я ничего не могу сказать. Ничего страшного. К сожалению. Так, моему большому стыду и сожалению об этом я не могу ничего сказать. Единственное, что могу сказать, что это было все сделано, основано в XIX веке. Вы знаете, ничего страшного. Жизнь-то еще вся впереди. Мы с творческой группой, с нашими педагогами, с ребятами из летнего лагеря, мы ездили туда на экскурсию. Вы знаете, там очень такая старая брама. Там каменные постройки фундамента здания. Очень интересный курганный могильник XI века. Представляете, у нас в городе. А по-моему, у гильницы есть, да? И там были... Это не там. Это не там, да. И там были... Когда-то еще не было... Вот я не знала, что такое сливы алыча. А там я помню... Потому что я Санкт-Петербургич, я помню, мы ездили именно туда, за этими сливами алыча. Там такие большущие сливы. Вообще. Как умели наши предки, да? Разводить культурные растения. Вот видите, Инна Задьевна узнала. Правда? Замечательно. Спасибо. Пожалуйста. Да. Городцово-парковый комплекс Свершинский в деревне Акаревича. Ну, на сегодняшний день, как бы, это одно из самых знакомых для всех, потому что там на сегодняшний день празднуются разные мероприятия в этом комплексе. Это здание осталось прежним, как и было, только отреставрировано на сегодняшний день. Очищено озеро, деревья остались очень старые еще тех времен. И внутри вся обстановка, которая была на то время, она тоже отреставрирована, и камин, и все комнаты. Вот такой, короче, вот это по памяти. В народе его называем мы как? Панки-домански. Да, шин-домански. Панки-домански. Панки-домански. Пожалуйста. Пишите. У меня свято-юрьевская церковь. Ну, это церковь, которая размещена в деревне Куча, мы все знаем, построена тоже в 19 веке. Чем она интересна? Тем, что это памятник деревянного зодчества. Эта церковь какая-то круговича в деревне Круверска сделана вся из дерева. Поэтому уже вот стоит в два века и этим ценится. Спасибо. Я еще могу добавить, потому что, как бы я не звучу сама, она была как бы заброшена, и все было, не было ничего, только осталось здание, стены. В 90-м году были собраны средства населения, и в 90-м году она была реставрирована и открыта заново. Сегодня с того дня идут там службы, и батюшек постоянно, наверное, нету, но службы идут. Спасибо. Спасибо. Ваша дорогая. Часловня-узыбальница рода Абуповичей, деревня Большая Курговичей, 16 век. Ну, это довольно такое старое здание. Там раньше был костюм, сейчас он уже закрыт, и начались рожжи, наверное, началась реставрация именно под 16 век, и я считаю, что это родом оттуда, как бы выросла этих раскопок. Там часто посещали, видели, и все было очень интересно. И надеемся, что в скором это может даже быть какой-то, даже музей, потому что да, оно оворожено, и началась как бы реставрация. Когда были на искусстве, там, у Василия нам говорила, что там вот эта дверь, она именно в первозданном виде, которая была, какая-то дубовая, тяжелая. Это там было, у Вас же не хранили, что было бы и порвано, но и время не было властно. Да, качество деревьев. Спасибо. Ну, что ж, спасибо огромное за Ваше взаимодействие. Вы так много нам рассказали. Думаю, кто не знал, повысил свой образовательный уровень, а с помощью этого метода звенья одной цепи. С помощью этого метода Вы организовались в три группы. Сейчас попрошу Вас присесть за столы вот такими же группами, которые были в звеньях одной цепи. Вот, группа, вот это же, здесь, пожалуйста, писали, за этим столиком. Группа, которая нам узненит представитель. Пожалуйста, присоединяйте. Слова, да, на поставочках. Это роли, которые Вы распределите у себя в группе. Значит, вот у нас везде по шесть человек, да? Шесть и шесть. Значит, подождите, девочки, объясняю, подождите. Объясняю. Докладчик. Послушайте, пожалуйста, меня внимательно. Докладчик. Уважаемые коллеги, докладчик. Это тот участник группы, который будет сообщать уже в итоге, презентировать, презентацию производить в своих работах, которые будут выполнять, которые будут говорить за всю группу. Остальные могут помогать. Это докладчик. Вот, поэтому Вы... Что для Вас будет? Я думаю, что Александр Николаевна, я своим, своей рукой объявляю Вас докладчиком. Дальше можете с вами. Так, в этой группе у нас докладчиком будет кто? Евгения. Ольга Евгения. Ольга Евгения. Ольга Евгения. Здесь будет многоладчик, а Ольга Евгения Сергеевна. Критик. Уважаемые коллеги, критик. Это член группы, который сомневается, который ставит вопросы, возможно, мнение, как бы, и все время критикует. Может быть, это не так, может быть, это так. Это помогает в группе, на самом деле. Это критик. Оформитель. Это тот, кто оформит дизайнер, который пишет красиво, так уже именно в чистовике, да? Красиво это все оформляет. Секретарь. Секретарь. Это участник группы, которая записывает, помните, когда идеи группы ловит, записывает, помогает им, подсказывает, фиксирует. Вот, это секретарь у нас. И такая магическая должность роль хранителя времени. Это человек, который строго, строго следит за тем отпущенный периодом для работы, который я вам скажу. Но вместе с тем, где мы делаем, это просто активно. А, значит, активно. Итак, я вам даю для работы, для работы в группах, но я даю 10 минут, а там уже походы посмотров. Конец или времени? Я даю вам 10 минут. Что нужно? Следим за тем. Правильный вопрос. Логично вытекает еще. Что делать? Сейчас я вам скажу. Задания будут разные. Вам, уважаемые коллеги, надо составить туристическую схему маршрута к Уганцевичскому району. Я прошу спросить. Туристическая схема к Уганцевичскому району. Вот на этом месте А4 там чай. Да, да? Вам, уважаемые коллеги, Задания такое. Представьте себе, что в Уганцевичский район вдруг приехал гость из Турции. Там совсем все по-другому. И напишите, пожалуйста, вот именно на бумаге, на листе, какие впечатления он запишет в свой дневник путешественника. Вот он приступил к границе нашего края. Что там? Кто там? Как там? Его записи, его впечатления в нашем крае. И вам, уважаемые коллеги, попробовать разрабатывать перспективное тематическое планирование по знаменитым представителям Уганцевичского района. Время 10 минут. Пошло. Сколько? Сколько? Ну что ж, я предлагаю сейчас докладчикам озвучить работу, которая была проведена в группе. И начнем, наверное, вот с группы, которая разрабатывала тематическое планирование. Мы разработали перспективное планирование группы «Фантазеры». Разбили его в месяц и тема недели, в виде деятельности, программное содержание. Значит, сентябрь, месяц и тема недели. Белорусское народное творчество, виды деятельности. Вид деятельности – это занятие по знакомлению с новокольниками развития управления на тему «И слово лучало, и песня чаровная». На октябрь у нас труд крестьян. Это ознакомление будет у нас с фольклорной коллектив «Завидцем», да? Да, да, да. На октябрь у нас труд крестьян. Это занятие по знакомлению с окружающими развития речи. Литературная встреча с писателем Голоскоком. На декабрь – тема. Занятие по изобразительной деятельности, рассматривание картины в зимнем лесу Королевка. Январь – Республика Беларусь, знакомство с флагом и гербом. Художественная деятельность, поэтичная вечерина за делом детей, пытового и батькового. Где идет ознакомление с... Пасхода, развещён, чашкусов. Да, да. На марту у нас весна, перелётные птицы. Художественную, через художественную деятельность ознакомления со стихами поэта Якуба Полоса «Весна». Экскурсивный музей, вот такой. Деревья, дескортическая, деревья, дескортическая. Апрель – наша страна, наш город, праздники, традиции. Художественная деятельность, встреча с поэтом. Мы запланировали поэтессу Павлажеву, заживающуюся в деревне Хатриевска. На мае профессии занятия познакомления с окружающим родственниками речи, обобщающие занятия знатоки города, на котором будет расширяться и уточняться знание детей о родном городе, приобщаться к истории своего города, будет формироваться интерес к знаменитым жителям города. Спасибо. Своё планирование мы составили на основе конспектов занятий на мероприятиях, которые были разработаны членами творческой группы. Спасибо. Уважаемые коллеги. Турок нас посетил. Что же он написал о нашем крае? Пожалуйста, Николаевна. Врачи. Может быть, приехал? Приехал? Он говорит, что он встретился с друзьями, с которыми познакомился в Турции. А дальше была предложена ими экскурсия по городу и району. Получил очень много впечатлений. Край лесов и озёр. Улицы чистые, поглухают в цветах. Достопримечательства города, достопримечательствами городами вообще восхищен. Друзья рассказывали мне о развитии хозяйств, сельского хозяйства, о строительстве новых жилых домов, о развитии предпринимательства в городе и в районе. Ну а больше всего, конечно, понравились мне женщины. Белорусские, красавицы. И особенно женщины ганцевщины. Вот такие кратенькие сообщения. Но друзья, которые пригласили, это Вера Владимировна и Жанна Ивановна. Мы пригласили в Турции. Которые уже отдыхали в Турции, да? Отчевали их. В белорусской кухне. В кухне, драники. Особенно, да. Червика очень понравилась. Турчанину молитву. Спасибо. Все для меня, для Милана. Все было так необыкновенно, красиво. И очень приятные, доброжелательные, гостеприимные белорусские. Спасибо. Очень интересный рассказ. Спасибо, девочки. Ну а сейчас туристический маршрут. Нам вкратце расскажут наши участники этой группы. Пожалуйста, вот такая карта. Я хочу показать всем. За 10 минут это много. Вот такая большая карта. Это, конечно же, не вся. Но в таком плане можно составить по нашему гангстическому району. Ну, пожалуйста, зажима, прокладчика. Проли поменяются. Проли поменяются. Проли поменяются. Просамый старый. Давай. Итак, туристическая схема к гангстическому району. Мы приглашаем вас. Мы разработали два маршрута и приглашаем вас попутешествовать вместе с нами. Первый маршрут – это природное богатство нашего района. Природное богатство нашего района – это будет зелененький. Природное богатство. Начинаем мы. Конечно, надо нам посетить деревню Любашево. Что? Чем знаменита наша деревня Любашево? Царица. Минеральная будет царица. Правильно. Затем мы возвращаемся через Гансевичи в Борке. Что?